Всем привет! Вы на своем экранчике видите Алексея Халецкого. Я заделался футбольным экспертом, на самом деле. Нет, конечно. Просто раз в 4 года я люблю поугарать по чемпионату мира по футболу. Клубный футбол я не смотрю, мне уже неинтересно, это давным-давно. А тут люди вроде как не за деньги играют, ну, просто за радость и за то, чтобы остаться в истории. Поэтому интересно следить. Ну, а завтра начинаются четвертьфиналы. И, по мнению некоторых, именно с четвертьфиналов и начинается настоящий чемпионат мира. Потому что когда-то участвовали только 16 команд. И вот после той... Короче, вот это все отборочные, вот эти группы. Одна восьмая такая полуотборочная фигня. И только в четвертьфиналах основные 8 команд начинают реально бороться за Кубок мира. Поэтому я хочу просто с вами обсудить, кто, по вашему мнению, победит, за кого вы будете болеть. То есть я сейчас расскажу, как я. Хочу почитать, что у вас вообще, как вы следите за этим делом. Кто ваши фавориты, кто вам понравился. Начну с Нидерландов-Аргентина. Проблема в том, что это две мои любимые сборные всегда. На всех чемпионатах мира. Потому что я начал смотреть с 90-го года. Когда у Нидерландов блистали Райкард, Гулит, Ван Бастон, Куман. Были чемпионами Европы, они тогда обыграв сборную СССР в 88-м. В офигительный матч там Ван Бастон вообще до Саеву какой-то нереальный гол забил. Ну и Аргентина, которые тогда были чемпионами мира. Проигрыш в финале немцам. Плачущий Марадонна. Кто там? Каниджа, Буручага, Гойкоече, потом Батистута еще. Ну в общем, Нидерланды и Аргентина мои любимые сборные. Поэтому в этом четвертьфинале я точно ни за кого болеть не буду. Я буду болеть за хороший футбол. Но в принципе, наверное, чуть больше за Нидерландов. За Нидерланды. Потому что они самая невезучая команда на чемпионате мира. Они, по-моему, трижды в финале уже играли. Бронзовые медали получали. И ни разу не побеждали. Аргентинцы все-таки двукратные чемпионы мира. Да и Месси мне не очень, честно вам скажу. Так что, пожалуй, больше обрадуюсь, если Нидерланды выиграют. Но вообще, я ожидаю от этого матча просто интересного футбола. Другой четвертьфинал. Хорватия, Бразилия. Ну, здесь, конечно, братья-славяне. За хорватов буду болеть. Уже такая... Они в прошлом чемпионате мира второе место заняли. И уже тогда считалось, что это уже такая довольно старая сборная. Сейчас уже, наверное, какой-то последний шанс. И ощущение, что бразильцы все-таки у них, скорее всего, выиграют. Несмотря на то, что бразильцы у себя в группе проиграли последний матч, но там они вообще вторым составом играли, как и французы вторым составом. Просто конкретно даже вратаря поменяли. Так что здесь... Ну, я болею за хорватов, конечно. Но, думаю, выйдут бразильцы. Англия-Франция. Очень интересный тоже будет поединок. Он своего рода повторение полуфинала... Нет, там в полуфинале с Бельгией Франция играла. Ну, в общем, англичане в прошлом чемпионате мира не смогли в финал выйти. На чемпионате Европы не смогли победить, проиграли итальянцам. Здесь очень важно для них матч. Я, естественно, буду за англичан болеть, просто потому, что французы чемпионы мира нынешние. Я не хочу, чтобы подряд были одни и те же ребята. Так что тут я, несомненно, болею за Англию, но, думаю, матч будет очень интересный. Потому что и французы нехило так выступили. Хоть и, опять же, проиграли последний матч в группе, но там тоже второй состав был. И англичане очень неплохо. 3-0 Сенегал. Кого-то они в Англии. США, Иран 6-2. Ну, в общем, интересные две сборные. Молодые, в принципе, до сих пор. Болею за англичан. Ну, и тут Марокко-Португалия. Я думаю, никто не ожидал такой четвертьфинал видеть. Конечно, у португальцев Криштиану Роналду, но уже старенький. Очевидно, что последний чемпионат мира. Я говорю, старенький, он младше меня, вообще-то. Старенький. Марокко вообще сенсация этого турнира. Хотя в своей группе и в группе первое место заняла. И испанцев обыграло, хоть и по пенальти 0-0 было, но даже по матчу было видно, что Марокко, по-моему, посильнее выглядела, чем Испания. И в этом матче я все равно буду, наверное, за португальцев болеть, потому что последний шанс для Криштиану Роналду на чемпионате мира что-то завоевать. Хотя вот он начинал, когда он вначале выступал за сборную Португалии. Я только не помню, 2002 или 2006 год чемпионата мира. Он застал ту еще золотую сборную Португалии, где был Луиш Фигу, Руи Кошта, Паулиньо. И с ними дошел до полуфинала. Португалия была в полуфинальном чемпионате мира. Ну и кроме того, все-таки Криштиану с португальцами чемпионат Европы выиграл 6 лет назад. Тоже важные достижения. Но тут буду за португальцев все-таки болеть. В полуфиналах у нас получится, наверное, Нидерланды, Бразилия. Англия-Португалия. Несомненно, в этом я буду за Нидерландов болеть. И тут скорее все-таки за Англию. И если будет финал Нидерланды-Англия, то за Нидерландов. Ну, я не делаю прогнозов, кто из них победит. Мне бы хотелось, чтобы вот так было. То есть мне было бы это вот именно такие матчи интересны. Ну, а ваши впечатления чемпионата мира и что будет в четвертьфиналах и дальше, пожалуйста, в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok